В начале 20 века Петроградская сторона оставалась дальней городской окраиной до открытия в мае 1903 года Троицкого моста. С этого момента начал стремительно застраиваться Каменноостровский проспект, но не Аптекарский остров, где при электротехническом институте построили жилой дом для его преподавательского состава. Здесь, в большой квартире на третьем этаже, поселился изобретатель радио с супругой, четырьмя детьми, любимой тещей и гувернанткой. Это был дружелюбный и достаточно, я бы сказала, замкнутый мир. В квартире директора института был театр. Даже вот эта удаленность, она как-то еще сплачивала. Семья Поповых, как и их соседи, любили устраивать домашние концерты. Сам хозяин дома за рояль не садился, зато любил петь. Но можно не сомневаться, гостей притягивал не только отменный баритон Александр Степанович. Попов был сибиряком, и когда приходили гости, они лепили пельмени в какую-то из пельменьки, сувенирчик. Ну, это человеку выпадало какой-нибудь подарок, счастье считалось. Но это была такая шутка, которая в традициях сибиряков. Из детства в Горняцком поселке и любовь Попова к столярному делу. Верстак в профессорской квартире, конечно, вещь непривычная. Но почему бы между изобретениями не смастерить шахматный столик? Все знают Попова как изобретателя радио, но он обладал и званием почетного инженера-электрика. И, кстати, принимал участие в освещении Невского проспекта. Это еще был 902 год. Объявление о том, что в электротехническом институте будет бал, писалось на небе прожекторами. Профессиональные навыки пригождались и в хозяйстве. Попов сам подвел электричество к масляной лампе, висевшей в столовой. В этом доме и телефонные аппараты были с инновационной для того времени трубкой, объединившей микрофон и динамик. Но если кому в первую очередь здесь и требовался телефон, то скорее супруге Попова. Раиса Алексеевна была одной из первых в России женщин, получивших диплом врача, и активно занималась практикой. Но модные фотоаппараты и телефоны не могли избавить от типично петербургской напасти – сырости и насекомых. Одной из попыток минимизировать присутствие непрошенных гостей был отказ от обоев в пользу масляной краски. Впрочем, возможно, окрашенные стены квартиры Попова – это лишь дань его вкусу. По ученому – основательного, о чем свидетельствуют и мебель. Обстановка не блестящая. Многие вещи такие, которые были свойственны кабинетам, лабораториям в институте. И вот вы видите здесь кресла такие же, которые стоят, и в ректорском коридоре. Вот диван, который стоит в кабинете, принесли из кабинета директора. А Попов был директором. Ставшего знаменитым на весь мир, Александра Попова звали в Америку строить радиотехническую империю, в качестве подъемных предложив 33 миллиона рублей в современном исчислении. Но ученый остался в Петербурге, утверждая, «Все мои достижения имею право отдавать только моей родине». Редактор субтитров А.Семкин